всем привет меня зовут татьяна и вы находитесь на моем творческом канале и сегодня у меня шестой видео отчет отчет по рождественскому вертепу 2020 организатором которого является лента ран и каждый месяц я вышиваю по одной фигуре и так полгода позади и шесть фигур ровно половина из этого комплекта у меня уже выполнено о каждой фигуре у меня есть отдельное видео ссылки на них я оставлю в инфобоксе можно пройти посмотреть июне месяц дался тяжело я работала над сейчас в июле буду продолжать работать над винтажным букетом сразу два процесса одинаковых виду поэтому мне в июне к сожалению было недовертепа и мной было принято решение выполнить маленькую фигуру иисусика я собиралась его вышивать с какой-нибудь другой фигурой чтобы уплотниться и оставить один месяц на оформление в запас но у меня не получилось поэтому в июне того чтобы выровняться процессом я решила вышить вот этого вот младенца легко вышивалась фигура все в общем то здесь ничего сложного не было единственные трудности с которыми я столкнулась это сочетание цветов значит а вот этот цвет под номером 13 еще в одном из видео про отдельные фигуры я говорила о том что у меня заканчиваются эти цвета значит цвет номер пять вот я вам сейчас покажу мне даже подписано было 4 ниточки не хватило еще в предыдущем процессе и буквально там какие-то кусочки я нашла у себя в остатках и использовала его номер пять это вот этот вот цвет он присутствует вот здесь чуть-чуть и немножечко в простынях но к сожалению и его мне буквально буквально хвостиком на пару крестиков не хватило но благодаря тому что я собираю вот такие вот кусочки знаю что много чего не хватит и мне даже не сколько кусочки собираю сколько вот образцы ниток до хвостики какие-то остаются и я их вешу чтобы это были образцы потом поделиться схемой так вот отсюда мне пришлось брать хвостик для того чтобы доделать буквально два-три крестика которые мне не хватило благодаря тому что у меня вот такие вот коротенькие хвостики их бывает несколько я их все вешаю сюда вроде как и оставлять нету смысла они очень маленькие в то же время они такие картоши я вот сейчас сразу вешу их на органайзер и вот благодаря этому хвостику мне в общем-то не так хватило хотя я думала что этот цвет мне уже больше нигде не встретиться не знаю то есть этого цвета у меня нет он мне есть только в качестве образца то есть мне его снова придется где-то искать если этот цвет попадется в какой-нибудь из фигур которые остались но там скорее всего если он попадется то только в каком-нибудь из из в ком-нибудь из волхов и вот этот номер цвет 13 мне его не было вообще то есть опять же спасли вот эти огрызки остатки которых почему-то было очень много у меня да то есть видимо я когда вышивала нитка заканчивалась я вот эти хвостики вот обрезала ей все сюда навешивала то есть вот эту часть я собрала из трех хвостиков что ли то есть вот вот так вот плотно пришлось вышивать чтобы мне ну хватило хотя вот 13 цвет если сейчас память мне не изменяет он у меня как как мне казалось ушел тютелька в тютельку да и ни одной ниточки не осталось 5 цвета мне пришлось искать 13 мне искать не пришлось и сейчас вот я его добрала за счет каких-то обрезков вот здесь понятно что я смазала клеем моментом кристалл весь задник вот в этих местах чтобы у меня нитки не повылезали раньше времени потом конечно когда я буду склеивать процесс укрепит эту ситуацию когда я буду оформлять ну и что касается самого малыша малыш получился такой пузастенький проблема у меня не возникла были здесь четверть крестики очень легко произошла замена была лишь одна проблема с лицом то есть посмотрите малыш собственно с точки зрения лица достаточно отличается поскольку на пластике мне не хотелось колоть дырок я этого никогда не делаю потому что это большие риски повредить пластиковую канву пришлось что-то думать с носом и с глазками я решила заменить на фрузелки фрузелок на глазках сделан в одну нить в три оборота носик должен быть еще меньше вот даже мы здесь видим его соответственно я сделала в одну нить в два оборота вот ну получились вот такая вот симпатичная мордашка очень миленькая единственное что вот есть у меня некие такие сомнения относительно пропорции головы которые получились из-за смены глаз так как это смотрится конечно немножко по-другому немножко по-другому выглядит но по моему в целом получилось довольно таки гармонично а так конечно эту фигуру я вышла там за два или три дня потому что мне некогда было посвящать время этому процессу как-то я от него подустала но выполнив вот эту шестую фигуру я снова вдохновилась и с новыми силами сейчас возьмусь за следующую фигуру конечно параллельно у меня будет идти еще один процесс который я вам пока не показываю как то вот я изначально не стала его снимать но те кто следит за мной может увидеть в инстаграм я регулярно выкладываю отчет и в вконтакте на своей страничке ссылки на свой инстаграм и контакт я оставлю в инфобоксе там я подробно делюсь своим процессом но вот видео как то вот самого начала не сняла и пожалуй наверно уже с него только по итогу по результату и соответственно подробненько расскажу видео уже когда будет готовый процесс вот ну а сейчас я в июле месяце планирую сделать вот этого быка я думаю что он будет очень легкий потому что здесь достаточно большие участки отшива и смена нет нет и не такая частая в общем он должен выполниться легко в принципе остались достаточно простые фигуры овцы осел они тоже очень простые такие в исполнении волхвы да они будут сложнее там больше смены не так будет но посмотрим посмотрим что из этого получится так полгода прошло и пол процесса уже преодоле я преодолела надеюсь что я преодолею и вторую половину и как и планировала концу года не просто смогу вышить эту работу но и оформить потому что в планах месяц оставить на запас то есть в каком-то месяце я вышлю две фигуры планирую чтобы будет это август потому что сейчас у меня все силы бросить брошены на винтажный букет вот не знаю может быть середине процесса я сниму видео и вам был уже покажу посмотрим как будут складываться обстоятельства у меня просто нет возможности монтировать здесь поэтому и не снимаю скорее всего будет отдельное видео вот на этом буду заканчивать ставьте пальчики вверх пишите ваши комментарии подписывайтесь на мой канал но я прощаюсь с вами желаю всем хорошего настроения успехов в вашем творчестве до следующего видео всем пока